Стекла блестят, на широком экране анонс предстоящего шоу. В Ивановском цирке, обновленном и усовершенствованном, завершился ремонт. Сотрудники наводят лоск. До премьеры меньше 10 дней и пошел обратный отсчет. В течение нескольких десятилетий до ремонта попасть в здание цирка можно было только по двум достаточно крутым лестницам, что сводило шансы людей с ограниченными возможностями здоровья увидеть представление фактически к нулю. Сейчас эта историческая несправедливость полностью устранена. Здесь оборудован широкий пандус. Людям с ограниченными возможностями здоровья будет очень удобно подниматься. В здании комфортно будет всем и посетителям, и артистам, и цирковым животным. В новых помещениях хорошее освещение, налажена система отопления и вентиляции. Очень много, большое количество животных, но запаха нет. Потому что работает полностью вентиляция, вытяжка, и у нас сейчас каждый зритель чувствует себя комфортно. В день открытия цирка работу начнет труппу заслуженной артистки России Ольги Денисовой с программой «Белые тигры». Героям представление, хищникам. Очень удобно в просторных вольерах, на чистых опилках. Свои места в стойлах заняли лошади. Раньше в конюшне постоянно застаивалась вода, не работала система сливов. Сейчас все недочеты устранены. Не будет ни запаха прелости, ни плесени. Копытные чувствуют себя отлично. Артисты рассказывают, раньше в Ивановском цирке было не только сложно работать, но и неприятно находиться. После ремонта все изменилось. Цирк один из лучших сейчас в России. И здание, конечно, соответствует сегодняшнему дню. Ну, условия хорошие, гримерки хорошие, манеж хорошие, все новое. Здание уже прошло все проверки и готово к эксплуатации. Набраны штат сотрудников. Более ста человек приступили к должностным обязанностям. Пока в фойе цирка пусто, но в день открытия здесь будет очень много народу. На втором этаже расположится гардеробная. Кроме того, справа будет буфетная зона, где можно будет купить мороженое и сладости, все, что так любят дети. Будет организована фотозона, где можно будет сфотографироваться с экзотическими животными. Кажется, что после ремонта цирк стал больше и светлее. Театр начинается с вешалки, а цирк с манежа. Здесь их два. Один девятиметровый для репетиций, второй побольше основной. Отремонтировали оба. Манеж полностью залили, весь старый манеж разобрали. Основание бетонное до бетона. Бетон залили, новый бетон, выровняли полы и залили новый манеж. Все укрепление полностью делали. Стены выровняли, покрасили, отопление сделали, остекление сделали, вентиляцию. Ремонт с большим сюрпризом. Так называют колоссальную проделанную работу сотрудники цирка. Целый год здесь что-то ломали, чинили, меняли. И с каждым помещением фронт работ только расширялся. Поэтому и первоначальную смету пришлось увеличить почти вдвое. Ивановская масштабная реставрация обошлась Росгусцирку в 500 миллионов рублей. Ради этой цели заморозили реконструкции в других городах. Арена Ивановского цирка полностью обновилась и преобразилась. Поменяли манеж, заменили на более удобные кресла в зрительном зале. Зон по-прежнему осталось четыре. Красная, желтая, зеленая и синяя. И количество мест на прежнем уровне – 1700. Закупили новое световое и звуковое оборудование. Такое есть только в крупных городах России. Высокая цена, рассказывают сотрудники цирка, с лихвой окупается качеством. Зрители будут в полном восторге. Зрители – самые главные критики, уверены цирковые. Первая оценка ивановцев прозвучит уже 30 октября. В этот день состоится открытие сезона и новоселье. На представление соберутся гости из столицы и верхушка ивановской власти. Почти все билеты уже проданы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.